Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, как тебя зовут и как ты решилась приехать на это мероприятие, трехдневную перезагрузку в Красную Поляну со Светланой Лавровой? Меня зовут Олеся, на самом деле я не решалась, просто так сложилась жизнь и стечение обстоятельств, что меня просто сюда привело, привела жизнь, привела энергия Светланы, скорее всего, потому что я с ней уже знакома, я к ней поеду на реплиц, и я живу в Сочи, мне повезло в этом плане, поэтому я вообще не сомневалась ни в одной секунде, что мне надо ехать, и я счастлива в том, что со мной еще поехал муж. Это было просто сверх-сверх-сверх моих ожиданий. Мы сейчас с ним вместе проживаем определенные перезагрузки, определенные энергии, и то, что вчера было, это не описать словами, не описать такие внутренние ощущения тела, это не просто не описать, это нужно прожить самому. Поэтому вот желаю вам ощутить то, что ощутила вчера я. А что это? Ну, в двух словах, просто что ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду наш поход или это какие-то переживания, твои трансформации, ты о чем говоришь? На самом деле, когда я туда шла, я ничего не ожидала, не было ожидания, что будет. Я просто шла. Оказалось, самое интересное, что мы прошли очень много, очень много, больше 20 километров, и не было никакой усталости. А про что я говорю? Я как только зашла в эту местность, в местность гор, я ощутила счастье всем своим телом. Просто мурашки были по всему телу. Это такие приятные эмоции. Я так тебе благодарна, что ты их не сдерживаешь. Ребята, я просто хочу поделиться. У меня такие мурашки от того, что я сейчас слышу от Олефи. И это было на протяжении всего похода. А осознания, они приходили просто с всего, что я слышала вокруг. Слышала, о чем говорят люди. И что-то во мне отзывалась. И открывались просто новые знания. Новые знания, на самом деле, того, что я и так знала, оказывается. Я поговорила с лесом, я поговорила с собой, я поговорила с людьми. К тому же еще я окунулась в озере. И такое ощущение, что как будто я заново родилась. Это не передать, ребята. Просто надо почувствовать самому. То есть, как ты считаешь, вообще вот это стоит того, потратить вот это время, эти средства, приехать на три дня сюда, идти в горы вместе с нами? А вот, кстати, о времени и о средствах вообще речи не шло. Вот если сейчас задуматься, шла в таком доверии и не задумывалась о том, что я трачу какое-то время свое и какие-то деньги нет. Вообще вот этих мыслей даже нет и не было. Я счастлива. Я счастлива. И, честно, я хотела бы, чтобы все это испытали. Вот такое вот чувство. Потому что это классно. Мы живем в таком материальном мире. У нас была практика в этом походе. И я почувствовала, что когда я погрузилась в вибрацию бубна, почувствовала такую интересную энергию, которая во мне зарождается. Наверняка у всех по-разному было. Но я почувствовала, что как этот звук влияет на меня, на тело на мое. В тот момент отключились все мысли, все было в такой легкости. И когда прошла практика, самое интересное, я открыла глаза и я поняла позже, насколько в каком мы материальном мире живем. Потому что в тот момент я была в другом месте в каком-то. Вот это честно. Это я на себе прочувствовала. Я никогда какого не испытывала еще. Это классно. Ты собираешься, насколько я знаю, приехать на ретрит, который пройдет в Сочи. Все верно? Да, да. Кстати, вот самое интересное, что со Светой я увиделась, можно сказать, случайно. Потому что мы были в поездках с мужем разных. И просто в очередной раз я пришла в какое-то место. Почему я там оказалась, не знаю. Но сейчас я понимаю, почему я там оказалась. Я к этому ушла. Это так и должно было быть. И когда я ее послушала, я сразу же поняла, что я хочу к ней на ретрит. Вот сразу. У меня не было вообще никакого сомнения. И когда я сказала это мужу, я его благодарю за то, что он меня поддержал. Он сказал, хочешь, иди. Если тебе надо, пожалуйста. Я мешать не буду. Я за это ему очень благодарна. И, кстати, самое интересное, что сейчас мы с ним пошли вместе в горы, и он тоже задумался сходить на ретрит к Свете. Если это так, тогда это вообще будет здорово, что я буду. Когда со второй половинкой проходишь такие моменты, это во двойне просто. Это просто такие энергии сумасшедшие. Раскручиваются просто. Дорогая, скажи, пожалуйста, какое у тебя впечатление от Светы? Вот вы с ней повзаимодействовали еще чуть-чуть ближе, да, сейчас здесь. Какое впечатление от нее? Впечатление открытый человек, простой, добрый человек. И она на любой вопрос дает ответ в такой легкости и простоте. И ты понимаешь, что на самом деле все лежит на поверхности. Все ответы и так у нас есть. Она дает это прочувствовать и понять. Спасибо ей большое. Не усложняя ничего. Просто говорит, 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 говорит. И у тебя мурашки по телу от того, что ты слышишь. Потому что это так и есть. Ты понимаешь, что это истина. И проживаешь это. Прекрасный человек. Я счастлива, что я ее увидела. И самое интересное, что я никогда таких людей не встречала. Я, возможно, когда-то слышала, что есть такие люди. Но вот так вот близко никогда не общалась. А оказалось, что когда я ее встретила, я поняла, что все, что она говорит, это откликается во мне. И трансформации начали происходить настолько быстро, настолько молниеносно все сейчас происходит в моей жизни, что я в полном экстазии и восторге от того, что происходит в моей жизни. Олеся, я благодарю тебя за эмоции, за то, что ты была так искренне, так открыта со всеми нами, кто посмотрит этот отзыв. Да, я тоже, честно, я тоже благодарна, что сейчас даже вот этот отзыв записывается. Потому что я была в страхе записывать такие видео. Я боюсь говорить на камеру и вообще говорить что-то, когда вокруг есть люди. Но сейчас я чувствую, что просто поток слов идет, и мне легко, у меня нет как страха, что ли, наверное, или какого-то такого перевозбуждения, волнения. Волнение есть, но оно приятное. Просто от того, что эмоции такие очень интересные во мне. Поэтому я тоже благодарю то, что записываем этот отзыв. Тоже благодарна. До скорой встречи на дальмем. Спасибо большое. Увидимся. Спасибо.